Сегодня 19 сентября, у меня 19 сентября. В общем, всем привет! Меня зовут Катя. Сегодня 18 сентября, и я не представляю, почему у меня такое странное настроение. Потому что я не ощущаю никакого предвкушения завтрашнего дня. И вообще, как бы кажется, что лучше бы эта дата была не завтра, а чуть подальше. Потому что это понедельник, это уже не классно. Ну, как бы понедельник, день рождения, такое себе. Время стремительно идёт. Сейчас уже полшестого вечера, 18 сентября всё ещё. Хорошая погода, кстати, на улице. Было прям так свежо и не очень холодно. Я была на фестивале танцевальном, только что. У меня он даже клеймо поставил. На самом деле никаких ощущений вообще. Потому что я уже рассказала, это понедельник. Учиться отдыха, а не просто учиться, учиться и ещё раз учиться. Надо, кстати, сейчас сделать домашку. Вообще, её много на семестр. До зачётов, точнее до ноября. Поэтому надо как-то это всё успеть сделать. Вроде бы уже середина сентября. Каждый день очно. Но я не скажу, что я прям чувствую этот учебный процесс. То есть, ну, хватит уже. Поучились и хватит. Можно и отдыхать немножко. Или как-то уменьшить эту нагрузку. Ну, потому что, я не знаю. Нам ещё добавили, кстати, очные пары по субботам. Теперь мы учимся шесть дней в неделю. Шесть дней в неделю очно. Вы не представляете, какая была счастливая, когда я прочитала это позавчера. Увидела в расписании. На седьмом небе отчасти, как говорится. Вот так. В общем, они умеют все учебные заведения расстраивать. Сейчас будет выглядеть, как, знаете, влог там. День тридцать пятый. На часах девять с чем-то. Девять двадцать восемь. И, получается, остаются считанные часы, будучи восемнадцатилетней. Ребят, мне больше не будет восемнадцать. Казалось, что восемнадцать. Что это такое? Это так далеко? Я, по-моему, вчера об этом во влоге рассказывала. Почему прошел год, и мне через четыре часа девятнадцать. Это вообще как? И мне что-то не нравится. Как-то, ну, не классно. Я не хочу. Я не хочу. Ну, такие вот инсайды приходят ко мне за несколько часов до девятнадцатилетия. Ставь лайк. Просто ставь лайк. Потому что... Потому что все в этой жизни не вечно. В общем, у меня уже день рождения как двадцать минут. Мне уже девятнадцать лет как двадцать минут. Сегодня девятнадцатый сентября. И мне девятнадцать лет. Мне очень нравится эта волшебная такая дата. Да? Поэтому... Happy birthday to me! Добрый день, Катя! А теперь пора спать, потому что сегодня понедельник. Удачный день для дня рождения! У-ху! В общем, уже утро девятнадцатого сентября. Я собираюсь на учебу. Конечно, сегодня понедельник. У меня две пары. Русский и английский. Ну, я уже собралась. Такая вот я красивая. Как и всегда. Ну так, минутка самолюбования. Да. Мне девятнадцать лет. Я еще не свыклась говорить, что мне восемнадцать. Мне уже девятнадцать. Ну, ладно. 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 Я не знаю, что говорить, потому что это так странно. Я ничего не ощущаю, если что. Просто это странно, что мне девятнадцать лет уже. Такая, что-то я взрослая слишком. В общем, отпустили за второй пары по-английскому. Не знаю, что за подарок. Но it's present for my birthday. Забыли. Но при этом нужно сделать задание до девяти часов. И у меня сейчас есть полтора часа, которые мне нужно потратить на то, чтобы выполнить это задание. Причем крайне быстро. Мы пришли поиграть в боуле. И вот мы здесь. На фото все играем. И на данный момент я выиграла. Посмотрим, что будет в конце. А я только что выбила страйк. Вот так вот радуются люди, когда все сбили. Субтитры сделал DimaTorzok Там одна осталась? Да. Я ее не собью. Давай. Давай, давай. Собьешь. Я отступила. Почти. Почти. Давай, Катя. Чемпион. 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 Все, давай. Теперь для блога снимаем. Почти. Ты, в чемпион. Почти. 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 В общем, мы уже уехали с боулинга, Сабина ушла по своим делам. Я приехала в следующую мылокацию, потому что тут мы должны отмечать мой день рождения с Кристиной и Настей. Я приехала намного раньше, и на улице дождь, у меня даже зонтика нет. Ну, я вообще не люблю это брать собой, поэтому стою под крышей Казанского. Стоять мне так еще долго, полчаса. Класс! Я похожа на Петербурж. Вливаюсь в колорит. Настал вечер, и мы с моими подругами пришли в очень уютное атмосферное место, ресторан. Чтобы отпраздновать мой день рождения! Продолжение следует... Мы пришли отмечать дальше мой дед рождений в красивый ресторан. В ресторане меня также поздравили с днем рождения и подарили вот такой кусочек красного бархата. Конечно же, мне было очень приятно. Субтитры добавил DimaTorzok Дима Торзок Мы идем домой, потому что уже 9 с чем-то вечером и мой день рождения подходит к концу. Я уже приехала на метро и сейчас еду домой. У меня здесь подарочки, сумка, потому что я была в университете целый день. Ну, не целый день, но целый день я не была дома. Сначала в университете, потом везде гуляла. Поэтому все свое ношу с собой. В общем, я уже приехала домой. Мой день рождения почти подошел к концу. Как и всегда, этот день пролетел крайне быстро, крайне незаметно, потому что, как и любой другой день на самом деле, потому что время идет очень быстро и как бы печально это не звучало, но это так. Спасибо огромное всем за поздравления, за те, кто написал мне теплые, приятные слова, уделил время, вспомнил обо мне. Это, правда, очень приятно. И, да, спасибо вам большое. Пусть все, что вы мне нажелали, вернется вам еще в большем количестве. А мне нужно делать домашку. Я, кстати, не ожидала этого. Я не думала, что это нужно делать. До завтра. Мои любимые движения вошли в студию. А оказалось, что да, и сейчас на часах сколько-то времени, на самом деле я не знаю сколько. Короче, неважно. И я, наверное, буду приступать к заданиям, потому что их нужно выполнять. Да, вот такой вот день. Понедельник. Неделя началась. У-ху. Отлично. Да, поэтому как-то так, как-то так. Надеюсь, что вы также хорошо проводите свои дни, и не только в день рождения, но и в любой другой, потому что жизнь-то одна. А мне уже 19 лет, и это еще, конечно, непривычно, как я уже говорила ранее, мне 18, но уже 19. Вот такие вот дела. Ешь такой просто домой, а тут такая красота. Красивая радуга. Я просто очень люблю, когда вижу радугу. Мне кажется, это такой хороший знак. Красиво, смотрите как. Она прям большая и все видно. Если вы думали, что на этом все, то нет. Мы затем пошли праздновать мой день рождения с моей мамой и сестрой в очень красивое кафе, в котором я уже праздновала когда-то свое 18-летие. Мы сходили покушать кафе и снова отпраздновали мой день рождения. Сейчас мы в сквере здесь, на Петроградке. Обожаю этот район. Если вы смотрели мой влог с прошлого нового... ой, день рождения, нового года. Очень хорошая сегодня погода, и сейчас уже вечер. Смотрите, какое красивое дерево сзади у меня. А там еще красное. Вот, смотрите, какое красное. А я люблю осень, поэтому каждое желтое дерево и подобное я, конечно же, буду фотографировать. А еще, смотрите, я заметила, что здесь пролетал самолет. И от него, скажите, дорожка от самолета тоже светится. Красиво! Я хочу сейчас вам показать немножечко своих подарков. Поэтому это обзор. Начну я, конечно же, с книг, потому что мне дарят книги, и я прошу, чтобы мне дарили книги. И первое то, что мне подарили, это Эрик Морери Марк «Триумфальная арка». Вот такая. Также это Дэн Браун «Кот да Винчи». Ой, «Кот да Винчи». И еще мне подарили «Худшие подруги» книжка. И вот такая книжка, это Гассия Адушкина. Я очень люблю читать как и классическую литературу, так и вот такую вот простую. Какие-то романы иностранные, в частности. Либо вообще что-то такое современное, молодежное, подростковое, потому что это очень расслабляет. И ты это читаешь, как будто ты смотришь сериал, но сериал в своем воображении. И это очень круто. Я очень люблю придумывать что-то в своей голове, какие-то образы, какие-то мини-сериалы, скажем так. И про чтение очень хорошо работает воображение. Поэтому приятное с полезным. Потом мне, это еще не все, мне еще также подарили, мне подарили вазу. Вот такая вот очень красивая ваза. Она в минималистичном стиле, белая, но безумно красивая. И в интерьере, и просто как ваза. Правда, цветы мне не подарили, но... Ваза уже есть, значит, я на пути к успеху, наверное, да? И в ближайшем будущем у меня будут цветы... Что-то еще, по-моему, у меня... А, ну что, мне подарили повязки на голову, лягушек. Ну, я где-нибудь здесь вставлю фоточки. Еще один подарок мне должен прийти, он заказан. Я сама его себе подарила, ну, точнее, заказала. И вот, когда он придет, я вам покажу. Это очень то, что я очень давно хотела. Но так это еще не в моих руках, поэтому... Молчим. Спасибо вам за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мои другие социальные сети, ссылки на которые всегда есть в описании под роликом. Телеграм-канал, например, жду вас там. Или еще одну прекрасную соцсеть для фотографий. И да, пока! Субтитры сделал DimaTorzok